Продолжение следует... Если бы государство помогло сельскому хозяйству, мы все могли бы иметь возможность покупать эстонское молоко. Когда мы вступили в ЕС, мы вошли и на общий рынок, но у всех стран есть своя сельхозполитика. А если она в нашем государстве, поддерживает ли нас правительство в той же мере, как и в других странах? Если у нас стадо сократилось на 10%, а у соседей лишь на 5%, и они скупают наших высококачественных дуяных коров, то почему это так? В том, что молокопроизводители оказались в столь сложной ситуации, повинны несколько факторов. Это, с одной стороны, потеря восточного рынка, куда текли наши молочные рейки, а с другой – потеря квот на производство молока в Евросоюзе. В итоге молока производится больше, чем жители Евросоюза способны его употребить. Понятно, что рядовой потребитель стремится купить в магазине как можно более дешевое молоко, но в перспективе молоко не может стоить дешевле воды. И эстонские продукты высокого качества в итоге могут просто исчезнуть с наших прилавков, а взамен у нас появятся гораздо менее качественные заменители из соседних стран. Факт это, что мы продукцию даем в два раза больше, чем мы сами питаемся, утопляем. Это значит, что если сегодняшняя ситуация не удовлетворяет нас, эта цена от промышленности такая низкая, тогда значит, что мы должны быть сами фермерами, хозяинами своего молока. И поэтому мы начали проект, чтобы поддерживать строительство нового завода молочного, чтобы было больше возможностей сделать экспорт и было еще высококачественнее, чем сегодня. В правительстве надеются на новые экспортные рынки. Но депутат Мартин Ряпинский, которому хорошо знакомы проблемы сельского хозяйства, напоминает о том, что конкуренция за рынки Японии или Китая очень жесткая. На самом деле экспортные рынки есть. И Япония, и Китай готовы, и покупали даже партии молока из Эстонии, например. Но проблема в том, что там цена получается еще более низкая. Там здесь мы, например, на питерском рынке, когда мы конкурировали, мы конкурировали фактически только с местными производителями, ну кто в Великоградской области и так далее. Если мы идем на японский, на китайский рынок, мы конкурируем со всем миром. И там рынок такой огромный, что он считается очень интересным для любой страны. И крупные страны, в том числе Европейского Союза, они бьются за то, чтобы на этот рынок попасть. Естественно, туда просто так нас никто не пустит. В целом ситуация в этом году в сельском хозяйстве оказалась очень сложной. Многие фермеры вместо производства молока стали выращивать зерновые культуры. Но и их урожай оказался скромным, поскольку у многих просто нет такого опыта. И самое печальное, что такая переориентация означает уменьшение количества рабочих мест почти в 10 раз. Что же до молока, которое сегодня было элементом инсталляции, то его подарят в помощь нуждающимся через продуктовый банк и многодетным семьям. Владимир Михалков, Вадим Малышкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.